Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим об одном из способов ухода от возвратных заморозков на виноградники. Конечно, самый, с моей точки зрения, оптимальный способ, это держать под прикрытием максимально долго. Сколько мы можем продержать, то есть у нас в планах раскрыться только тогда, когда уже эти самые возвратные заморозки пройдут в нашем конкретном регионе. И вот этот вот белый рядок, белый тоннельчик, это наши лозы под укрытием. Это укрытие как раз таки позволяет нам ничего не делать, скажем так, и спокойно ждать. Даже если там какие-то почки проснутся, ничего страшного, оно белое, почки себя прекрасно чувствуют. Да, могут даже немножко вырасти зеленые побеги, но много лет мы уже это опробовали. Работает шикарно. Ну, а так делаем мы, кто-то считает по-другому. Кто-то считает, что вот как только наступило тепло, еще в марте, а уже в апреле, тем более, значит, обязательно сразу надо лозы открывать, потому что они там перегреются, они там сопреют, что-то еще с ними случится. Ну, конечно, под разными укрытиями может происходить что-то разное, но могу вам точно сказать, что под моим укрытием все замечательно. Здесь лозы еще спят, и пойдем в тепличку, я вам покажу, что происходит там. Сегодня у нас хороший солнечный день, в теплице 25 градусов, и это не первый день, когда такая температура бывала, что мы приезжали, здесь было нагрето и до 30, и видите, здесь все точно так же. Точно такие же одеялки лежат. И вот здесь мы немножко приоткроем, видите, все почки спят, потому что укрытие – это теплоизоляция. Она не только сохраняет тепло осенью, она еще и не дает проникнуть рано теплу весной. Именно в этом и заключается роль укрытия для винограда. То есть мы не только защищаем от мороза, мы и защищаем от этого самого первого, ну, либо не совсем первого весеннего тепла. То есть мы никуда не спешим, никакой потребности рано открываться нам нету. Я вам показала, что все еще спит, тем более погода. Вот сегодня среда, сегодня по прогнозу 14-15. Ну, солнышко, видите, я одета тоже достаточно легко. А на выходной прогноз обещает плюс 3, и это уже середина апреля, а ночью минус 1. То есть погода очень-очень нестабильная, поэтому я считаю, спешить не стоит. Но, повторюсь, кто-то решает, что вот первое тепло, значит, обязательно лозы надо открыть, а кто-то их не укрывает совсем. Их на землю положили. В принципе, снег – это тоже замечательное укрытие на зиму, особенно в регионах, где хорошие снежные зимы. И, в общем-то, тоже большинство сортов винограда, даже такое вот укладывание на землю может замечательно переносить. Но, опять же, погоды у нас разные. Может прийти вот такое тепло, когда все начинает пробуждаться, почки начинают распускаться, и потом приходит морозик. И вот этот случай мы с вами не разбираем. Один из вариантов ухода от таких заморозков уже я вам рассказываю. Ну, кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Кратенько повторюсь. Если мы, вот пока у нас почки закрыты, делаем весеннюю обрезку, в принципе, достаточно даже срезу обновить, то вот такая обрезка задерживает распускание почек примерно на 10-14 дней. И если нам повезет, если мы более-менее все рассчитаем, то как раз-таки в тот момент, когда приходит заморозок, у нас еще почки могут быть закрыты, а закрытым почкам ничего не грозит, и мы заморозок проскакиваем. А при этом такая весенняя обрезка абсолютно не сказывается в дальнейшем на развитии куста. Несмотря на вот эту вот задержку в росте, он потом все догоняет, все на нем хорошо созревает и вызревает. Но сегодня мы с вами поговорим об еще одном способе. И заключается этот способ в знании физиологии винограда. Вообще, однажды один замечательный умный человек мне сказал такую фразу. «Хочешь вырастить помидор? Думай, как помидор». Перекладом на виноград. «Хочешь вырастить виноград? Думай, как виноград». Так вот, напоминаю. У винограда есть такое свойство, которое называется полярность. Именно для того, чтобы обойти эту полярность, мы с вами укладываем лозы в горизонт. В таком случае, если у нас лоза лежит в горизонтальном положении, вот это прирост прошлого года. На нем из этих почек пойдут побеги вверх, на них уже будут грозди. Так вот, мы укладываем в горизонт, чтобы плюс-минус все эти почки развивались равномерно. Потому что, если мы сделаем вот так и поместим побег в вертикаль, сработает вот эта самая полярность. И хорошо развиваться будут только верхние почки, а нижние будут серьезно отставать в росте, либо даже вообще не развиваться. Именно это свойство мы с вами можем использовать для ухода от заморозков. Так вот, теория говорит о том, что если мы побег прошлого года, нашу плодовую стрелку весной до момента распускания почек, помещаем вот в такое вертикальное положение, то у нас первыми начнут распускаться самые верхние почки. При этом они будут задерживать рост нижних. И, соответственно, если заморозок придет, он прихватит вот эти самые верхние почки. Они, в общем-то, могут быть и не нужны. Видите, здесь побег длинный. Мы зачастую оставляем большой запас почек и делаем именно вот такие длинные побеги. Поэтому, если мы лишимся пару верхних почек, ничего страшного не произойдет. Потом мы их уберем, поместим вот этот побег, так же, как вот этот, в горизонтальное положение. Тогда, когда уже заморозки пройдут, почки начнут распускаться. Ну, и таким образом получится, что мы немножко пожертвовали, конечно, почками, будущими побегами, да? Но, тем не менее, все остальное спасли. И сейчас я вот специально из-под укрытия достала один рукав. Вот у меня две плодовые стрелки, одна в горизонтальном положении, а вторая в вертикальном, чтобы можно было все это пробовать, действительно ли это работает, и сравнить. Конечно, в идеале показать вам этот ролик, тогда, когда я уже увижу конкретный результат. Но, может так сложиться, что тогда он уже будет неактуален. У вас, например, что-то подмерзнет, или уже заморозок пройдет, поэтому я вам показываю это заранее. Сейчас сказать о том, что на 100% этот способ сработает, сложно, потому что, да, ученые об этом пишут, а в научных книжках пишут, они об этом не просто так, они изучали все эти свойства. Но, тем не менее, всегда все хорошо проверить на своем личном опыте и в своих условиях. Поэтому вот такой экспериментальный кустик я оставляю вам, рассказываю, как это можно сделать. Если вы посчитаете нужным, вы тоже можете это попробовать. Ну, а потом, я думаю, что где-нибудь в начале мая мы сможем уже оценить реальный результат. Работает эта вещь, либо не работает. Со своей стороны желаю вам, чтобы заморозки обходили ваши виноградники стороной. На этом прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды, мои контакты. И до новых встреч!